Регина требует, чтобы Гриша исчез из жизни Ольги. Савицкий навещает Лилию в СИЗО. Он просит её не упоминать о сыне на суде. Но Лилия заявляет, что не будет заботиться о добром имени Арсения. Елизавета просит у Ольги прощения за сына, и та по секрету говорит, что ждёт ребёнка. Из разговора отца с Копейка Арсений делает вывод, что арест Лилии – это их работа. Он уходит из дома. Здрасте. Блядь, ты знаешь, мне это Логину просто в кошмарном сне снится. Как будто всплывает на суде, что я попросил вести тебя это дело. И она тут же оказывается за решёткой. И потом это… Всё будет хорошо. Я её сломаю. А ты мне лучше это дело как можно быстрее до суда доведи. Ну и суд постарайся провести быстро. Раз, два и в колонию. А? Подождите. Ну я же знаю, кто на самом деле виноват. Девочка моя, господи, беда-то какая. Ну что ж дело, судьба, беда-то. Господи, так отца потерять. Терпи, терпи. Бог терпел, нам берёт. Прости. Да-да-да-да, вы садитесь, пожалуйста, в автобус. Там… Скажите, а поминки в ресторане было, да? Да, поминки будут в ресторане. Хорошо. Михаил, подъедете к центральному входу, а не к северному. Вы найдёте дорогу. Да. Да, и расплатимся прямо там, на месте. Хорошо. Ты поедешь со мной на машине или на автобусе? Пожалуйста. В автобусе. Ну что ж, встретимся у центрального входа. Господа, проходите, пожалуйста, в автобусе. Все вместе поедем, на одной машине. Алло. Алло, да, это Арсений. Ну, в общем, всё изменилось, как ты и сказала. Мне надо срочно с тобой увидеться. Мы сейчас папу хороним. На кладбище скоро поедем, может быть, завтра? Нет, завтра может быть поздно. Я должен знать, кто убил твоего отца. Тогда подъезжайте к кладбище. Да, именно это кладбище. Хорошо, тогда встретимся возле входа. Я скоро там буду. Прошу. Добрый день. Евгения Петровна, оставь нас. Пока это не вам. Ну что, наше знакомство подходит к концу. Все свидетели допрошены, улики собраны, экспертизы проведены. Вот и отлично. А то меня уже тошнит от одного вашего вида. А мне нравится общаться с вами. Я серьёзно. Кстати, сегодня хоронят вашу жертву, Фёдора Столетова. Не хотите с ним попрощаться? Нет, не хочу. Ну, правильно. Кто ж вам позволит? Вы пришли сюда, чтобы сообщить мне эту радостную новость? А нет, я пришёл с другой целью. Есть одна маленькая формальность, но её необходимо выполнить. Не догадываетесь о чём я? Понятия не имею. Мне нужно ещё раз вас допросить. Вы не раскаиваетесь, не хотите признать свою вину. Это очень плохо, очень. Но заставить признать вас очевидно я не могу. А вот задать несколько вопросов мне полагается. Ни на какие вопросы я отвечать не буду. И никаких показаний вы от меня не дождётесь. Да и так... Чтобы не перебирать... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Лиза, это я. Давай-ка срочно приезжай домой. Да, да, случилось. Нет, это не телефонный разговор. Не надо так на меня смотреть. Я же знаю, вы меня любите. Нежно и трепетно. Оставьте меня в покое. Я это сделаю тотчас же, как вы. Подпишите вот это. Что это? Вы не хотите давать показания. Это отказ. Отдача показаний. И его нужно подписать. Ничего я подписывать не собираюсь, пока у меня не будет нормального адвоката. А где же вы возьмете нормального адвоката? Не будет адвоката. Ничего подписывать я не буду. Да, пожалуйста. Только вы своим упрямством усугубляете свое положение. А суд не любит тех, кто не сотрудничает со следствием и не раскаивается. К тому же вы и здесь отличились. Я представлю в суде справку о том, что вас посадили в карцер. А я сама буду защищать себя на суде. Чудо. Чудо. Вы хотите до предела облегчить мою работу на суде? Будет весело. Скажите, а вы знаете, что отец Арсения ко мне приходил? Это большая честь для вас. Мне показалось, что он был напуган. Он боится, что я упомяну имя его сына на суде. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тогда скажите мне, кто это сделал? Вы всё-таки будете её адвокатом? Думаю, но всё, что вы мне сейчас расскажете, останется между нами, обещаю. Это не обязательно, мне всё равно никто не верит. Тогда скажите мне, кто убил вашего отца? Я не знаю, кто убил, но подозреваю, что организовала и заказала убийство моей мачехи. Действительно, Анатолий Андреевич не хочет, чтобы ваши отношения с Арсением всплыли наружу. Вот и мне так показалось. Всем бывает страшно, даже большим шишкам. Не обольщайтесь, милая. Вы не сможете причинить вреда семье Советских. Думаете, только они мне могут причинить вред? Мне эта семья очень дорога, я постараюсь обезопасить её от вас. Арсений выступит на суде и даст показания против вас. И на вас повесит брачный аферизм. Что? Именно. Вы охотились за сыном высокопоставленного человека, обманывали его. Ладно. Поговорили и хватит. Хватит. А мне пора на похороны Фёдора Столетова. По земле ему будет Бог. Верни. И всё будет. Верни. И всё будет. Регина! Оля! В ответ тишина. Алло. Алло, Регина. Ты что, забыла, что мы идем сегодня в театр? Нет, Димочка, театр сегодня отменяется. Позволь узнать, по какой причине? По очень важной причине. Ну, я могу хотя бы узнать, почему я лишаюсь такого удовольствия. Ты все узнаешь, когда мы с Олевкой вернемся домой. Тебя сегодня вечером, мой дорогой, ждет большой сюрприз. Понятно. Костя, осторожнее, осторожнее, пожалуйста. Мама, а может, не стоит театр отменять сегодня? Папа так хотел сходить на этот спектакль. А я и одна справлюсь. Нет, я сама хочу поговорить с врачом. Да, собирался. Ну, я собирался жениться на студентке театральной академии. А не на официантке, которая убила своего любовника. Клянусь тебе, я никого не убивала. А чем ты еще можешь поклясться? Тем, что твой папа режиссер, а мама художник по костюму. И ходить ты научилась за кулисами, да? Осторожнее, я все объясню. Не надо ничего объяснять. Все и так понятно. Неужели Арсений даст против мне показания? Что плохого я ему сделала? Ты так думаешь? А у тебя есть какие-нибудь доказательства? Доказательств нет. Но перед смертью папа сказал мне, что хочет развестись с мачехой. Он даже поручился ему адвокату готовить документы в суд. Ну, развод это не повод для убийства. Ты как посмотреть? Папа все записал на меня. После развода Ирка остается без денег. А это мотив. И мотив очень серьезный. А я про что? Папу убили в ту же ночь, как Ирку узнала о разводе. Ну, я читал дело, но в день убийства она была далеко. Она наняла другого человека, обеспечила себе алиби. У нее что, есть такой человек? Я не знаю, но это точно не Лилия. Она сидит в тюрьме несправедливо. Помоги ей, если сможешь. Леночка, пошли скорее, панихида уже началась. Ну, я пойду. Мы еще увидимся. Это что, она? Твоя мачеха? С собственной персоной. Давай, давай, давай. Привет. Что случилось? Лиза. Лизонька. Что это за серьезный разговор, который никак нельзя было привести по телефону? Что? Садись. Будешь коньячок? Нет. Лиза, случилось. Да, случилось. Мы с Леней обсуждали материалы дела Логиновой и не услышали, как пришел Арсений. Он что-то услышал? Да, услышал. И узнал то, что не должен был знать. И что? А потом обвинил меня в том, что это я засадил Логинову. И ушел из дома. Подожди, он вернется и вечером ты ему все объяснишь, успокойся. Нет, Лиза. Домой он больше не вернется. Ты что, действительно думаешь, что он ушел из дома? Да я уверена, он у Гришки. И потом у нас с тобой такой замечательный, воспитанный сын. Он не пьет. И даже, между прочим, не курит. А парашюты, а мотоциклы? Он вообще с жизнью играет, как будто у него их несколько. То ли, успокойся. Значит, Арсений уверен, что Логинову посадили по твоему распоряжению, и что она ни в чем не виновата. И Логинову так же считают. Ну а если предположить, что она действительно невиновна? Да. Вот и приехали. Опа. Так. Давай, маленький. Давай, моя дедка. Костя, ждите нас на больничной стоянке. Моя девочка. Ну, на, маленький. Давай, моя дедка. Хороший. Давай, моя дедка. Давай, моя дедка. Как мы теперь? Давай, моя дедка. Вот, смотрите. Спасибо. Ой. Ой, я что-то вижу. Вот он, вот он, Масенький. Мама, ну что ты там можешь видеть на таком сроке? А я вижу. Это же мой внук. Или внучка. Не понимаю я женщин, которые идут на аборт. Это уже живое существо. Личность. Что-то эта мама чересчур возбуждена. Конечно. Я ведь скоро стану бабушкой. Доктор, скажите, пожалуйста, а можно определить сейчас, мальчик это или девочка? Пока нет. А для тебя что, это имеет значение? Абсолютно никакого. Для меня главное, чтобы он был красивым и здоровеньким. Ну, красивый он у таких родителей будет сто процентов. А вот здоровым... Доктор, скажите, у нас там все в порядке? Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Красиво. Моя девочка. Моя умничка. И я досконально изучил дело Логиновой, и у меня не возникло сомнений в ее виновности. Господи, когда все это закончится? Закончится оно скоро. Осуждением на длительный срок. Орудия убийства в шкафчике. Заколка в руке убитого. Показания в водове... Нет, нет, нет. У меня ни капли сомнений. Слушай-ка, а этим делом занимается Копейка. Да, и Леня поработал очень хорошо, профессионально. Ты знаешь, мне кажется, что ты слишком доверяешь этому человеку. Почему? Я не должен доверять Лене. Я не сказал это, Алеш, что ты не должен. Просто странно, как-то ты так абсолютно доверяешь ему. Он же живой человек, у него могут быть свои недостатки. Какие? У Лени недостатки какие? Ну, как какие? Он может быть предвзят, влюблен, зол, в конце концов, мстителем. Лиза, для него служба это главный стимул жизни. Леня, он ничего не сделает, что сможет его скомпрометировать. Надо же, как интересно. Ты сказал, что он не сделает ничего, что его может скомпрометировать. Да? Ты сейчас придираешься к словам. Я не придираюсь, я просто хочу тебе сказать, что ты не сказал, что он порядочный человек. Ты знаешь, вот за столько лет работы в прокуратуре это дорогого стоит. Ай, я ничего не имею против Копейко, вот лично против него. Ничего. Но мне кажется, что один раз в жизни у любого нормального человека в деле может появиться свой интерес. Да какой у Лени интерес? Посадить эту девочку, дать ей огромный срок. Вот и надо выяснить, какой у него интерес посадить эту девочку. Ай, ты. Витамин красавица. Че, девка, погибаешь? Так нельзя. Помереть хочешь? Тебе еще знаешь, сколько сил понадобится, пока привыкнешь? А питаться не будь, до свободы не дотянешь. Ну, в жизни много несправедливого. Что ж теперь, не жить? Ну, вот это другое дело. Ну, чего ты такая хмурая? А ты чего такая веселая? А что, нет повода для веселия? Повод есть. Ну, меня всегда настораживает, когда у тебя вот так глаза блестят. Что у тебя на уме? Глаза, детка, у меня блестят всегда. Я за этим слежу. Мама! Ну, что мама? Ну, что мама? Женщина всегда в любой ситуации должна оставаться женщиной. Я тебе, кстати, об этом говорила. Тем более сейчас, когда Арсений у нас на крючке. А, вот ты о чем. Мама, я тебе еще раз говорю. Я не хочу, чтобы Арсений знал про ребенка. Все, все, все. Снимаем вопрос, переходим к следующему. Мне сюда. Я с тобой, мам. Сиди, пожалуйста, в коридорчике. Девушка, девушка, будьте любезны, в вашей клинике можно определить отцовство ребенка. Да, пройдите в регистратуру. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Все знают, что Федор был моим клиентом. Но никто не знает, что мы были друзьями много лет. Когда у меня были проблемы, и я был вынужден уйти из семьи, Федор помог купить мне квартиру в это непростое сложное время. Он много раз помогал мне. Много. Теперь настал мой час. Федор очень любил свою единственную дочь Леночку. И я обещаю, что помогу встать ей на ноги. Спи спокойно, Федор. Ни о чем не волнуйся, я не оставлю твою дочь одну. Ни о чем? Лучшие вещества Много уйти с дочерью Субтитры сделал DimaTorzok Может быть, у вас были какие-то тяжёлые болезни, травмы? Я на днях отравилась сонотворным. Ясно. Каким именно сонотворным? Финопробиталом. Вы приняли большую доту? Да. Большую мне ели откачать. А что, могут быть последствия? А у нас в клинике оказывают такие услуги. А что необходимо для того, чтобы установить отцовство? Я так понимаю, речь идёт о ребёнке в утробе матери. Вы правильно понимаете. Тогда отцу необходимо сдать кровь из вены, а у матери мы возьмём кровь из куполины. Хорошо. Благодарю вас. Спасибо вам огромное. за тёплые слова, за то, что вы пришли поддержать меня в эту нелёгкую минуту. Вы знаете, я воспитывалась в детдоме, и поэтому Федя для меня был не только любящим и любимым мужем. он заменил мне фактически и мать, и отца. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я просто не представляю, как я буду жить без него. как мы будем с Леночкой жить без него. Мне безумно его не хватает. Я очень сильно скучаю. А что же она тебя убила? Мой ребёнок не выживет? Я о том не говорила. Но за развитием ребёнка в период вынашивания надо быть тщательно следить. Будьте предельно внимательны. Я буду. К себе, к своему состоянию. Я буду стараться, доктор. Вы должны избегать стрессов, скандалов. Любая нервотрёпка может стать фатальной для плода. Я понимаю. Судя по тому, что вы приняли большую дозу снотворного, не всё в вашей жизни гладко. Да, вы правы, не всё. Я советую обратиться к психологу. Вы знаете, я как-нибудь справлюсь со мной. А вы замужем? Нет, я не замужем. А отец ребёнка знает? Отец ребёнка ничего не знает и в ближайшее время не узнает. А вы уверены, что хотите рожать? Этот вопрос даже не обсуждается. Я хочу родить здорового малыша. Ну, дай вам Бог. Переходите регулярно к нам на обсуждение. Что такое, Леночка? Ты подлая врунье. Плачешь тут, притворяешься. Думаешь, тебе кто поверит? Ты никогда не любила папу. Ты любила только деньги. Леночка, присядь, пожалуйста, успокойся. Не надо волноваться. А тебе надо. Потому что это ты убила папу. И ты обязательно за всё ответишь. Кажется, нам надо срочно поговорить. 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 Как ты думаешь, он согласится сдать кровь на анализ. Что? Мы сможем взять анализ крови у Арсения. Анализ крови у Арсения? Да. Зачем, мам? Зачем? Чтобы он потом не отказывался от отцовства. Да вы же моих сил. Мама, отвези меня домой, я устала. Олюшка! Проходите, пожалуйста. Так вы говорите, вы Ольна подруга? Да. Очень приятно. А я Дмитрий, ее отец. Но, к сожалению, Оленьки сейчас нет дома. Но она скоро будет. Жалко. Ну, может быть, я тогда в следующий раз зайду. Марина, если у вас есть время и желание, то вы можете подождать ее здесь. Ну. Оставайтесь. Давайте выпьем чай. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Логинова, проходи. Вот Арсений Савицкий, адвокат. По-моему, его знаком. Что ему здесь нужно? Он, как что, собрался защищать тебя в суде. У тебя же нет адвокатов. Так ты не против, чтобы он тебя защищал? У вас очень вкусный чай. Да. Я очень рад, что вам понравилось. Честно говоря, я в чаях не очень разбираюсь. Это все Регина, моя жена. Вы знаете, я в чае тоже не разбираюсь. Вообще. Да. А можно посмотреть? Да, конечно. А что это за город? Это Стамбул Айвазовского. Красиво. Я по долгу службы обязан разбираться в живописи. А что вы закончили? МГУ. Да. А вы где учитесь? В театрале. Да? Да. Будете актрисой? Ну, да. Я уже играю в интерпризных спектаклях. У меня есть работа. Хотя до получения диплома мне еще целых три года. А вы любите ходить в театр просто, как зритель? Ну, конечно. Очень. Тогда у меня к вам будет предложение. Вы знаете, по стечению обстоятельств, вот у меня на сегодня пропадают два билета на Ромео и Джульетта. Вы не составите мне компанию? Ну, конечно, я вам составлю. И тем более, это спектакль моего друга. Он очень мой хороший знакомый. И о нем очень много спорят. Я бы очень хотела пойти. Мне просто интересно. А можно? Ну, конечно. Ну что, идем? Да. Идет. Сейчас не лучшее время обсуждать дела. Ну, ничего. Другого может не быть. К тому же на нас смотрят. Могут пойти лишние разговоры. Мне плевать, мне волнует дело, наше дело. Что именно вас волнует? То, что, оказывается, вы совсем не контролируете свою падчерицу. Послушайте, занимайтесь опекой и готовьте документы в комиссию. А с девочкой я разберусь как-нибудь сама. Не сомневаюсь, что разберетесь. Судя по этому шоу, Лена не изменит к вам своего отношения. Я найду с ней общий язык. Хорошо, попробуйте. Но если вам не удастся с ней примириться, мне придется подыскать другого опекуна. Ну, в каком смысле? В смысле вместо вас. Всего доброго. Дима! Странно, почему папы нет дома? Я же предупредила, что вечером его будет ждать сюрприз. Ну, значит, сюрприза не будет. Неужели он пошел один в театр? Ты же не пошла с ним. Но, в конце концов, он имеет право немного расслабиться. Целыми днями на работе пропадает. Я вижу, он действительно решил расслабиться. Да. Видимо, папа с кем-то пил чай. Я подозреваю, что именно с владелицей этой помады он отправился в театр. Уже ли не отплатив, меня покинешь? Какой же платы хочешь ты сегодня? Любовной клятвы на мою взамен. Ее дала я раньше, чем ты думал. Но хорошо бы взять ее назад. Обратно взять? Зачем? Любовь моя. Субтитры создавал DimaTorzok